здравствуйте друзья понедельник утречка едва работу и хочу рассказать вам о статье которую пару дней назад прочитал в газете бостон globe есть такая о соотношении иммиграции и проникновение террористов на территорию соединенных штатов вообще вот как бы террор такой экстремальный этот вот мусульманский террор и иммиграционная политика там интересные данные есть я вам расскажу значит первая мысль которая там высказывается состоит в том что если мы сравним как осуществлялся террор скажем 11 сентября и как сейчас это происходит то мы имеем что называется две большие разницы значит если 11 сентября 2001 года было там 19 человек которые все до единого были рождены где-то в других странах которые выросли где-то в других странах которые были индоктренированы в экстремальный ислам в других странах они проникли в соединенные штаты через в основном там не все но преимущественно легальными способами пользуясь как бы тем что предоставляет американская миграционная система и вообще визовая скажем так и вот они совершили этот теракт дальше идет статистика за последние три с половиной года с марта 2014 были осуждены или там находится еще в процессе а 170 человек вот по этим делам 170 человек и это уже можно какую-то статистику проследить вот не то что там один конкретный там человек то из узбекистана и вот теперь давайте закрывать грин карту 3 нет 170 человек что выясняется из них 64 процента не человека процента это люди родившиеся в соединенных штатах они здесь родились они здесь выросли 36 процентов но действительно вот треть там практически 3 это те кто приехал в сша из-за рубежа некоторые здесь прожили там годик некоторые прожили десятки лет по-разному очень очень разная продолжительность но тем не менее две трети это вот наши собственные доморощены из них вот очень интересно из них половина половина из этих 64 процентов это люди которые были в исламе родились в сша в исламе а вторая половина это люди которые были конвертированы в ислам то есть они не были вообще мусульманами вот вот любой человек идет вот тут по улице вот завтра он стал мусульманином что бывает и а мог стать иудеевым а мог кем угодно стать и вот он раз и пошло и поехало таким образом если мы говорим о том что надо как-то бороться с терроризмом и как бы это понятно что надо то закрытие границ даже полное закрытие границ вообще и вот ну вот вообще вообще да я уже не говорю там ужесточение но не закрытие а даже полное закрытие не даст слишком много то есть две трети останется прямо тут дальше это если полностью закрыть пойти а поскольку не полностью так может быть и и не знаю там и 90 процентов останется тут следующий момент такой люди эндоктренируются вот в экстремизм через пропаганду которая стала очень изощренный она подстраивается она проводится научно разных языках это отдельно будет для россии отдельно для америки отдельно там для не знал жира и так далее на разных языках и статистически 80 процентов людей которые проходят по делам о терроризме 8 свыше 80 процентов слушали пропаганду вот эту вот смотрели видео джихадистские и они их как-то вот возбуждали значит вот вот в этих в этих местах все как бы там кучкуется и вот там надо было бы какую-то борьбу производить вот а когда мы начинаем выделять какую-то группу и гнобить ее то это приводит к как утверждает вот эта статья это приводит к обратному потому что один из элементов рекрутирования людей в экстремистские вот эти вот дела один из элементов состоит в том чтобы показывать что вот вы видите нас мусульман и вас мусульман живущих в этой стране в той стране вас за людей не считают вы второй сорт вы вовсе не часть этой страны вот нас обижают тут нас обижают там я не за там как проходит это у них компания но во всяком случае делается особый упор на те притеснения которые испытывают скажем там мусульмане в тех или иных ситуациях и это раскручивается выпячивается и так далее и вот так получается поэтому как бы политика разделение политика накручивания антагонизма и так далее облегчает работу рекрутеров со стороны айсиса и вот этих всех кто там еще есть кроме них которые рекрутируют людей для совершения террористических актов вот такая была статья я насчет выводов там не не берусь как бы оценивать но во всяком случае статистика интересная была я подумал что вам будет может быть какая-то пища для размышлений счастливо